Саш, история с осьминогом. Пришлось его побить. То есть реально осьминог, он залез мне на ногу и лез по ноге, очень быстро карабкался. А как под водой драка выглядит? Я-то знаю, как спецназовский поле. Когда у тебя в руках бокс, у тебя единственное свободное место – это твоя нога. И нужно просто пинать его другой ногой, пока он не отстанет. Они все полупрозрачные. И когда вы ныряете там, где темная вода, и светите в Миндузу очень ярким источником света, таким точечным, в нее этот свет как в мармеладку проникает, и она начинает светиться изнутри. И в ней просто свет рассеивается внутри. Получается, что она как будто бы светится сама. Ну что, наконец-то ты у нас в гостях. А то мы все по аквариумам, по аквариумам, хорошо хоть не на Белое море затащим. Хотя я там ни разу не был с удовольствием. Там круто. Я верю, что круто. Но мы возвращаемся к теме нашей передачи «Кто о чем обонюкать деньгах». Как ты продал первую фотографию? Ну тут интересная история. На самом деле я первые три года снимал чисто для удовольствия, просто на коленке там собирал как-то этих зверей, доставал их в лабораторию, потом снимал под водой. И потом я понял, что у меня на самом деле есть коллекция целая фотографий, которые вообще уникальны. А если ты снимаешь что-то уникальное, наверняка кому-нибудь это нужно. Я так посмотрел, там подводный мир. Думаю, кто бы вообще мог их взять. Нейшн-Жеграфик, BBC, Дискавери, может быть какой-нибудь музей, может еще кто-то. И собственно собрал самые лучшие фотографии, такую портфолио, да. И отправил в три самых крутых журнала в Америке. Это был Нейшн-Жеграфик, Смитсонин и BBC Вайлд. Я так не стал морочиться, мелочиться. Вокруг Света не посылал нашу? Нет, зачем? И через 10 минут мне прислали ответ, что, вы знаете, мы возьмем вот эту фотографию, и вот вам счет, который был больше, чем моя зарплата на биостанции на тот момент. И я смотрю... Поделись, поделись. Скажи, какая была зарплата на биостанции? На самом деле она до сих пор не еще большая. Я спрошу, я больше конкретно о суммах спрашивать не буду. Но вот эту сумму я хочу услышать конкретно. В то время зарплата на биостанции... 8 640 рублей. Та-да-да-дам. И чек на сумму? 270 фунтов стерлингов. Прекрасно. То есть соотношение мы уже поняли? Да. Это ты за 10 минут вот так раз ушло, 3 года работы, 10 минут, и тебе прислали чек. И я понял, что как бы так, у меня есть архив, который, в общем, которого ни у кого нет. Куда его можно вообще использовать? И расписал себе целый огромный список всего, что можешь делать. Открытки, календари, фотобанки, журналы. То есть поступил как настоящий бизнесмен. Да. И потом стал все пробовать по очереди, просто вычеркивать то, что не работает. Оставлять то, что работает хорошо. Что значит не работать? Ты им рассылал, грубо говоря, фирму, которая выпускает открытки, ты им отправил фотографии, ответа нет. Не работает. Ну, грубо говоря, так, но, ну, там, подход был чуть более такой... Нет, поделись, потому что нас смотрят вот ребята, которые сейчас уже вот после прошлой нашей программы уже купили хорошую камеру или, там, одолжили у старшего брата, там, нашли сухой костюм, в котором можно нырять в Белом море. Скоро ты там увидишь кучу конкурентов. Отлично. Нет, это же прекрасно. Да. На самом деле делается все непросто, сложно, особенно, когда у тебя вообще нет опыта. Ты не знаешь, что нужно послать фотографию в компанию, которая занимается выпуском открыток, а пытаешься сделать несколько открыток и продать их через интернет, потому что он у тебя есть, а контактов в компании, которая что-то продает, нет. И ты самостоятельно пробуешь делать какие-то там телодвижения. А там корпорации. Да, там огромные корпорации, которые ворочивают миллионами, и, в общем, тебя вполне могут взять в оборот. Но на самом деле в большие компании попадаешь... Как правильно поступать? Нужно реально наработать довольно большой архив. Да, то есть проработать хотя бы 3-5 лет в этой сфере, чтобы ты был заметен уже в каких-то там кругах хотя бы узких. И о тебе уже начнут там знать редакторы журналов. А тебе начнут знать люди, которые организуют выставки, люди, которые работают в океанаре. Прекрасно. Давай мы разберемся так. У тебя купил... Журналы покупают фотографии? Да. Какие журналы? Все. Ну давай, давай, самые крутые названия. Тайм назвал меня одним из лучших фотографов, подводных работающих в настоящий момент. National Geographic, BBC, Wild Life, BBC Focus, Scientific American, Popular Science. Хорошо. Какие телеканалы тебе покупают? Discovery, CNN, BBC. У меня вопрос. Как быстро ты понял, что это становится твоим основным источником дохода? Ну, со временем. То есть как только деньги начали... Это не все так сразу, да? Это не все так сразу. То есть сначала мне денег, которые я зарабатывал, хватало, грубо говоря, на телефон кинуть. А потом... Потом на что? Ну, потом уже хватало, например, купить объектив какой-то. Но это было нерегулярно. То есть ты можешь один месяц что-то заработать, там, тысячу, там, тысячу пятьсот долларов, а в другой месяц не заработать ничего вообще. То есть по нулям. Сейчас. Хорошо. Упустим тебе времена. Сейчас тебе хватает? Сейчас хватает, да. А ты как зарабатываешь? Снимаешь по-прежнему то, что тебе нравится, и потом из этого архива что-то люди берут? Или иногда существуют конкретные заказы под конкретную историю? Если мыслить именно историями, то есть если продавать в журналы какие-то истории конкретные, то нужно и снимать историю. Нет, я о чем говорю? Что журнал тебе звонит и говорит, а сиди-ка нам какой-нибудь гаден. Такого нету. То есть есть журналы, у которых есть заказы постоянно, но мне это не интересует совершенно. Я снимаю то, что мне реально интересно. А мне реально интересны уникальные вещи, которые потом возьмет кто угодно. Это основная... То есть ты на поводу у заказчика не идешь? А заказчика как такового нет, потому что тебе не могут заказать уникальную тему по одной простой причине. Они не понимают. Они о ней не знают. То есть когда ты им уже предоставил фотографии, историю от морского биолога, как бы не просто там от журналиста, они же такие, опа, вот это круто. То есть вот это мы берем. И я скорее делаю такие технические, очень крутые кадры тех животных, которых никто просто не умеет снимать. Приношу фотографию кого-то, кто по сути является в общем уникальным и его видит впервые. И история это то, что фиг вы такое снимете, ребята. Ну это прекрасно, это прекрасно. У меня сразу следующий вопрос. Мы уже говорили с тобой в прошлой нашей программе, что ты достаточно долго работал один. Потом было принято решение создавать команду, экспедицию, как это правильно назвать, проект? Ну это экспедиционный проект. Экспедиционный проект. И сколько у вас сейчас там людей? Сейчас шесть человек. Шесть человек. И опять о деньгах. Это же дорого все это содержать. Конечно. Ну здесь... Ты содержишь их на свои средства, вам кто-то помогает? Когда как. Когда как. На самом деле... То есть мы можем сказать, что ты настолько успешный фотограф, что ты уже иногда в состоянии содержать целую экспедицию? Нет, конечно нет. На целую экспедицию я все-таки пока не зарабатываю. Пока. Пока. Ключевое слово пока. Если мы перейдем серьезно к видео, я думаю, что мы выйдем сначала на окупаемость, а потом и на прибыль. Ну то есть это такое, это не бизнес-план, мы делаем все для себя и по фану, но если это начнет потом приносить какие-то деньги, это будет, конечно, круто. Оно начнет, если будешь это делать реально хорошо. Тут как бы с командой дело такое, что когда я дорос до довольно высокого уровня фотографий, я понял, что как бы выше прыгать уже, в общем, не особо нужно. Нужно как-то расширять именно активность подводная. То есть мы что, помимо фотографий появляется какое-то видео? Это еще видео, это лекции, это производство контента, книги, фильмы, YouTube. А не думали вы, чтобы с вами, вот глупо говоря, там богатый турист сейчас сел и заплатил там, не знаю, 300 тысяч долларов, полетел в космос. Почему не взять богатого туриста, погрузить его туда с собой и показать ему весь этот мир над твоими глазами? Не думали о таком? Я же исследователь, я же не человек, да, и в центр, то есть... То есть такого у вас нет, то есть вы идете все-таки, ты с научной точки зрения ко всему подходишь, экспедиция научная. Мы делаем это для себя с целью показать это всему миру, то есть всем любознательным, любопытным людям, там, детям в первую очередь. У вас тоже человек захотел любопытный, по-моему, полезный. Нет, 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 тут какое дело, если нас будет читать наши книги или смотреть наши передачи какой-нибудь мелкий ребенок, а там у нас богатый турист, и мы катаем богатого туриста, мы делаем это не для парней, молодых, которые смотрят или что-то делают. Больше вопросов нет, хотя нет, стоп, у меня еще один гадкий вопрос в рукаве, ну, кого же нету, ладно. Когда вы собирали деньги на всех этих платформах наших, на Бумстартере, там, на прочих, 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 вы заявляли, что у вас была идея на яхте, там, как Жакев Кусто, красиво. Да, 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 все начиналось страшно романтично, у меня, конечно же, эта идея возникла не с бухты-барахты, а есть, как бы, есть на кого равняться, есть Жакев Кусто, у него был Калипсо, он с командой плавал, там, они занимались непотребственностью. Кто и знает, ведущий нашего клуба, они когда на папирусном плоту плыли, вы, кстати, если соберетесь, берите, если вам Юнга нужен, то я говорю, берите меня с собой, берите меня, ну, что получилось, почему яхта-то не пошла, потому что я на яхте бы поплыл, в теплых морях. Так вот, проект этот начался изначально с того, что пришел мой знакомый капитан, сказал, что, слушай, Саша, у нас есть яхта, вот моя личная, ее нужно немножко починить, оснастить, и поехали в кругосвет, как я говорю. Давай мы из этой кругосветки сделаем крутой подводный шок, мы будем нырять, снимать, там, показывать на весь мир. В общем, так и закрутилось. То есть, с этого момента я решил, что мы будем делать большой крутой проект. Мы все прям распланировали маршрут, договорились с учеными, там, ну, это прям такая огромная мировая движуха. Запустили, запустили на этом деле краудфандинг. Потом выяснилось, что, во-первых, у нас случился небольшой кризис, курс доллара полетел вверх. Любая маленькая штучка, которая касается яхты или чего-то, что нужно купить в море, залетела в цене в два раза минимум. Денег на западном краудфандинге столько, сколько нам надо, мы не заработали. То есть, мы русские сделали прям на ура, отлично, да, идеально. И, главное, деньги все, которые мы там собрали, хватило на все расписанные активности. Но в том числе там был запуск и иностранного этапа краудфандинга. И вот тогда-то как раз Россия, там, не знаю, главный враг, там все как-то, ну, в общем, денег нам не дали на Западе. И спонсоры, которых я искал, тоже пока что не... Ну, они сказали, что... И что сейчас? Пока никто. Так вот, я решил, что ладно, и раз как бы никто нас не хочет спонсировать, раз денег у нас нет, будем действовать по обстоятельствам, как бы яхту мы вместе с капитаном отодвинули немножко в сторону. И подумали, что будем делать выездные стационарные экспедиции. Сначала с упором на моря России, потому что, во-первых, это за рубли. Во-вторых, моря России – это настолько крутая природная жемчужина, которую, в общем-то, у нас никто особо не изучал. Это активность с чему пришла? Вот что по итогу? Потому что люди, вот на краудфане, вы собрали денег, ребят, надо отвечать. Да, нет, все, что мы на крауде сделали, мы как бы за это уже ответили. То есть дальше мы подали грант в Русское географическое общество, выиграли, да, получили там денег, прилично, нам даже хватает на то, чтобы снимать кино. Вот чем мы сейчас занимаемся вместе с каналом «Моя планета». Сейчас жду от них решения по еще одному гранту про Курильские острова. У нас там одна из точек запланированных. То есть у нас, на самом деле, сейчас есть несколько точек. Это Белое море, Баренцево море. Что мы увидим в титуле? Что мы увидим? Фильмы? Фильмы, книги, лекции детям. Вот у меня, вот я только-только прочитал одну большую лекцию 550 людям в университете. В МАМИ, это Лектория и Курилка Лутенберга, такие хорошие ребята. И, в общем, я недавно читал, ездил в Лондон, читал там русскоязычным детям. Две лекции, скоро полечу еще в несколько стран. Ну, в общем, уже нон-стоп. То есть можно сказать, что все, что вы обещали людям, вы сделали? Мы делаем в процессе, и это на самом деле история. Не бывает худо без добра. Значит, сконцентрируйтесь на России. У меня еще все-таки вопрос. Ты вот сегодня сказал, так я не с подначки, что ты понял, что ты дошел до фотографий, вот до того уровня, когда надо дальше расширяться, все круче только звезды, ты номер один. Неужели тебя больше никто не вдохновляет? Ну, неужели больше не за кем тянуться? Тоже была забавная история. Я, поскольку я снимаю довольно много всяких макроснимков под водой, у меня был такой один кумир-поляк Игорь Сиванович, который очень-очень круто снимает насекомых технически, просто совершенно, у него очень красивые модели. И я спокойно снимал своих медуз, там что-то под водой, вот. Все так же думал, что он снимает просто потрясающе. В какой-то момент мне приходит от нее письмо, там, типа, Александр, привет, а не подскажешь, как ты снимаешь своих вот этих вот медуз и прочее. И я такой, отлично. То есть человек, на которого я равнялся, спрашивает себя, как снимать. У меня есть, на самом деле, один любимый фотограф сейчас, на которого я, ну, не ориентируюсь, потому что мы снимаем совершенно разные вещи, мы с ним как бы знакомы, и он тоже говорит, что, слушай, я не понимаю, как ты это снимаешь, а я не понимаю, как он снимает свое. Это Пол Никлин, это совершенно потрясающий мужик, он снимает. Что он снимает? Он в основном ездит на два полюса, он снимал что только не. В основном это крупные морские млекопитающие, это пингвины, это киты, косатки, белые медведи, все на свете. То есть это такой фотограф-натуралист, как бы, анималист, который как раз, вот я на всем мелком, а он на всем крупном. То есть у меня все без позвоночника, у него все, что с позвоночником, снимает лучше, чем кто-либо вообще в мире. То есть реально, это мужик настолько крутой, насколько и я. Ну что ж, друзья, на этой прекрасной, очень скромной ноте мы завершаем нашу программу «Следующий уровень». У меня в гостях был гениальный российский фотограф Александр Семенов. Надеюсь, что это не последняя передача с ним. Ну и ваш бессменный ведущий Сергей Бадюк и моя программа «Следующий уровень». Берегите себя.